Здравствуйте уважаемые зрители, с вами Ярослав, разработчик Android приложений и в этом видео я хочу продемонстрировать вам работу своего приложения ST-Link P. Это приложение предназначено для перепрошивки содержимого флеш-памяти микроконтроллеров STM32 с помощью программатора ST-Link. Итак, что же нам нужно для работы? Конечно же нужно мобильное устройство с операционной системой Android и установленным на ним приложением ST-Link P. Приложение доступно для свободного скачивания в маркете Google Play. Далее нам нужна плата, которую мы будем прошивать. В данном случае это плата Nuclea64 с микроконтроллером STM32F401. Затем нужен программатор ST-Link. Это может быть как оригинальный программатор от фирмы STM, либо вот такой вот китайский клон с вистоком. Я же буду использовать встроенный на саму плату Nuclea64 программатор. Программатор подключается к мобильному устройству через USB OTG кабель. Соответственно устройство должно поддерживать технологию OTG. Давайте приступим к работе. Запускаем приложение. Подключаем кабель. Видим, что в приложении загорелась зеленая лампочка, что говорит о том, что программатор успешно определился. На самой плате сейчас горит только красный светодиод питания. Никаких других признаков жизни микроконтроллер больше не подает. Поэтому давайте вдохнем в него жизнь и попросим помигать вот этим вот светодиодиком. Не зря же его сюда прицепил. Так, выбираем файл прошивки, который должен быть заранее загружен в память телефона. Прошивка может быть в формате Intel Hex, либо Motorola SRAC, либо просто бинарные данные. Я же подготовил свою демо-версию в формате Intel Hex. Поэтому ее выбираем. Запускаем процесс загрузки. Видим, что загрузка прошла успешно и плата ожила. Светодиодик начал мигать. Поэтому все хорошо. Вот такой вот простой вариант загрузки. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, критические замечания, вы можете оставлять их в комментариях. Я по мере своей возможности буду на них реагировать. Большое спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok